Всем привет! Меня зовут Егор Шкрет, а это Мехран Карими Несери, и он прожил в аэропорту 18 лет. Он за эти года ни разу не вышел из аэропорта. Спал, ел, зарабатывал деньги, короче, делал всё и не выходил в город. Узнав эту историю, я решил попробовать прожить три дня в аэропорту. Где я буду спать, что буду есть, где можно помыться, как я буду проводить своё время и с какими трудностями я столкнусь, вы узнаете прямо сейчас. Я в аэропорту, три дня это будет мой дом, нужно переодеться в домашнее. Короче, я взял вот такую себе подушку, специальную, ведь я в аэропорту. Если я вдруг не найду места, где я буду спать, то эта подушка будет выполнять функцию реальной подушки. Также у меня есть халат. По сути, мне ничего не должны за это сделать, потому что, ну, это просто халат, что тут такого? Ну, всё, ребят, теперь мне комфортно. Чувствую себя как дома. Самое сложное, это, конечно же, не попасть в полицию, потому что билет у меня уже закончился, самолёт мой уже вылетел. Я не должен находиться в зелёной зоне. Нужно попытаться здесь пробыть три дня. Это с меня только что поржали. Наверное, да. Ну что ж, мы переоделись. Теперь нужно как-то скоротать время. Сзади за нами идут работники аэропорта. Нужно побыстрее скрыться, потому что, если они увидят мой халат, они подумают, что это странный кекс. Будут вопросы задавать. А нам это не надо. Я одел халат, а также ещё у меня есть тапочки. Что позволяет чувствовать себя ещё больше в комфорте. Ты видел его взгляд? Да. Вот если так будет ещё один чувак посмотреть, мне кажется, появится вопрос уже. Это реально самолёт. И мы сейчас находимся в аэропорту, понимаете? И я должен буду здесь. Будет три дня, чел. Ну это ж невозможно. Что я буду делать три дня? Я даже дома три дня находиться не могу. Мне уже тяжело становится. Нужно куда-то выйти. Так, ну что ж, теперь, я думаю, нам нужно что-то покушать. Перед едой нужно сначала умыться. Поэтому мы сейчас пойдём умываться. Чистить зубы, мыть голову, умыться полностью. Интересно, в аэропорту есть душ? Мне кажется, должен быть. Спасибо. Всё. Вот об этой сложности я вам говорил. Здравствуйте, не подскажете, а вот есть душ в аэропорту где-нибудь? Бизнес-зал. В бизнес-залах, да? Я понял, спасибо большое. Сказали, что только в бизнес-залах есть душ. Тогда нужно помыть голову в раковине, вот. Ладно, я просто... Короче, я погнал. У меня есть полотенце, я с собой взял полотенце. Здравствуй, фактически. Привет. Я здесь живу. Здесь. Давай сфоткаемся. Я с собой телефону не делаю. А, ну всё, тогда ладно. Я играю. Она будет работать? Да. Честно, хочется это сделать максимально ювелирно, чтобы не коснуться вообще ничего. Спасибо. Сейчас, секунду. Всё, я помоюсь, давай и... Ну, я к тебе подойду. Не, ну... Ладно, давайте сейчас. Вот это, значит, застали меня в неудобное положение. Да, подписчики везде найдут меня, даже в туалете, где я моюсь. Меня ничего не напрягало вообще. Я спокойно помылся. Люди смотрели, конечно, на меня как на идиота, но в целом всё нормально. Блин, жалко, фена нет. А нет, есть. Есть. Ну, водка. Это же Дайсон. Лучше, чем у моей девушки. Хорош. Это нам надо. Находясь в аэропорту всего-то несколько часов, это же безумие какое-то. Люди ходят туда-сюда. Постоянная суета, везде грязь. Ребята, напоминаю, мы хотим поехать на поезде Москва-Владивосток с Зайцем. Чтобы у нас это получилось, нужна ваша поддержка. Поддержите канал, подпишитесь на него. Мы добьём 9 миллионов в этом году и точно это сделаем. Давайте. Кнопочка внизу. Кстати, да, мы почти собрали 500 тысяч лайков. Удивительно. Ребята, ну что, первая ночь. И я вроде как определился с ночлегом. Ничего лучше я не придумал, как просто спать на вот этих вот стульях. Потому что здесь есть розетки, видите, а это очень удобно. Ну, как я. И ещё и Макс, потому что он же тоже со мной идёт. Я и Макс, если хочешь, ты можешь уйти. Мы просто возьмём ещё один билет, и ты просто придёшь. Да нет. Окей. Трушный оператор. А тебе? Ну ладно, останусь. Я не представляю, как можно в такой позе спать, если честно. Мне кажется, это невозможно. Я ещё такой привередом, мне надо прям лечь, подёргаться, вот так поворочиться. Только тогда я смогу уснуть. Блин, я не уснул так. Просто смотрите, мы ходили, блуждали. Уже зашли в каждый магазин его аэропорта. И поняли, что уже 2 часа ночи, но всё-таки надо ложиться. Короче, мне так и не удалось уснуть, потому что вот эти подлокотники очень острые. Видите, у меня спина прям. Она не вывезет всю ночь 100%. Можно попросить, может быть, у вон той тёти, вон ту подушку, потому что подушка смягчит. Извините, скажите, пожалуйста, а можно попросить у вас одну подушечку? Можно? Да, спасибо. Спасибо большое. А можно две? Можно две, пожалуйста, ещё другу? Максон обрадуется. Такая вот, ему такая калечная. Хорошо, да? Это вон тебе всё доброе. Что, теперь можно вот почилить нормально. О, вот это нам надо, вот это уже гораздо лучше. Что, всё, на боковую, ребят. Надо ещё музыку эту выключить, то она меня достала. Короче, мы решили уйти с этого места, потому что там очень громко слышен голос этой женщины, которая озвучивает рейс. Мы решили сменить локацию и попытаться найти местечко, где не будет слышно эту женщину. Я не знаю. Может, сюда? Смотри, тут есть, типа, что-то, типа, капсульного отеля? Я не знаю, конечно, сколько он стоит. 350 рублей в час. Смотри, здесь нету. Что, нету? Нету продавца. Давай открывай любую. Сейчас, так как мы, должны попытаться прожить этот день, не потратив денег. Поэтому, видите, вот это капсульный отель. Ну, смотрите, там нету девушки и кассира. Эти отели, они платные. 350 рублей в час. Ещё что? Кид нахрен 350 рублей в час. Поэтому мы с Максоном сейчас попытаемся залезть в эту капсулу и уснуть там. Там просто в уши 5-летра. Так, откуда он знает тоже? Ну, хотя, да, точнее. Короче, Макс, давай разделимся. Сейчас я залезу, потом ты ко мне, чтобы не может не так правильно. Я на месте. Мне кажется, мы спалились в самый последний момент. И что мне делать? Девушка пришла. Егор закрыт. Я остался один. Кайф. А ещё тут очень тонкие стенки. Скорее всего, меня слышат люди. Девушка пошла что-то проверять. Что-то фоткает. Главное, чтобы она не вызвала охрану и нас отсюда не выкинули. Такие дырки для воздуха. И типа, можно вытащить телефон и посмотреть, где эта женщина. Вы будете моими глазами, окей? Здесь не так много места, как я думал. Тесно очень. Зато тут мягко, чел, и это бесплатно. Ну, в тесноте да не обиде, как говорится. Но зато в мягко, очень мягко лежать. Тепло. Я бы даже сказал душно. Сможем мы вывести так часто? Слушай, я не спал уже. Больше 20 часов, поэтому... Тварь, ух, зад мне послужит подушка. Не трогай меня, окей. Это нереально. Окей, если бы вы понимали, как здесь узко. Почему я со всеми лежу в кровати? А то с Саней. Теперь с тобой. И я... Нет, нормально все. Да, посмотрим, есть ли у нас в месте или нет. Если нет, то вылезем. Ну что ж, чувствую себя лучше всех. Свеж, полон сил. Идем в новый день. Так, полотенце надо спрятать. А то это палево. Ты уже что-то вообще расслабился на второй день. А вы здесь работаете? Да. А вы из Фердеса или? Нет, я на регистрации работаю на посадке. А, я понял, хорошо. Приятного полета. Спасибо. Вау, у нас есть свои люди в аэропорту. What the fuck? Приколдесс, да? Прикиньте. Это же можно договориться. Но наглить не будем. Правильно, наглить не будем. Прожить один день в аэропорту вообще без денег реально. Но гораздо же интереснее, если прожить в аэропорту с деньгами. С неограниченным количеством денег. Посмотреть самые инновационные штуки, которые здесь есть. Зайти во все бизнес-центры и покушать в самых вкусных ресторанах. Погнали кайфовать. Прикинь, в аэропорту, вот в нашем терминале есть спа. Спа в аэропорту? Чувак, здесь есть спа. На втором этаже бизнес-зала. Рублевка. Есть спа-зона. Спа-зона, если вы вдруг не знали, это джакузи. Вкусная еда. Крутое времяпрепровождение. И, конечно же, место, где можно убить очень много времени. Есть одна проблема. Возможен такой вариант, что у нас же билет уже закончился. И нас уже должны отсюда выселять. Ну, типа, с этой зоны. Если у тебя не бизнес-класс билет, тебя туда не пустят. А, возможно, сейчас купим просто билет. Ну, можно здесь его купить и все. О май. О май. Мне кажется, мне нужно обновиться, ребята. Это же шлепки в виде зала. Хотя, если честно, это же жутковато. Выглядит, как будто не настоящий. А бизнес-зал, это когда у тебя билет бизнес? Или это можно купить, чтобы впасть здесь? Можно купить. И сколько стоит? 3 500, 4 600. Ты прикинь, в аэропорту спа кто вообще мог додуматься до этого? Это же гениально. А, там нельзя купаться? У вас там нет? Массажер головы, массажер. Ну, ничего. Не важно, не важно. Здесь, к сожалению, нельзя поплавать, но здесь делают массаж. Девушка берет тебе, делает массаж. А также есть массажные кресла, вот где-то здесь. Так, ну что, Максон, ложись. Ё-моё, у меня полное ощущение, что я в торговом центре, честно говоря. Или... Добро пожаловать в мир. Слышите музыку? Слышишь музыку? Парикул. Ладно, окей, короче, смотрите. Сейчас я планирую 2 часа посидеть просто на этом кресле для того, чтобы убить время. Но в целом все равно кайфарики лютые. Лютые кайфарики. Пока, честно говоря, не напрягает, что прошел целый день. Он пролетел так незаметно. Во-первых, потому что это необычное видео. А во-вторых, ну, чистый эксперимент, когда меня отсюда вышвырнут. А чем я вообще должна отсюда вышвыривать, если я захожу в бизнес-залы, трачу деньги, покупаю еду? Добро пожаловать в мир релакса. Я могу. Ой-ой-ой. Знаешь, почему так жестко? Потому что мы выбрали 10 минут бесплатно. Ну что, ребятки, вот мы и наткнулись на легендарное место. Это место, где можно нормально так похавать. Это шведский стол. Тут есть фрукты, а не просто какие-то булки. Ну что, Максон, налетаем? Бей. Смотри, там есть суп. Погнали супу смотри. Я просто по супчикам, если честно, больше. Тут очень много выбора. Очень много выбора. Это выглядит прям невероятно вкусно. Крылышки. Макарошки. Супчик. Максон тоже взял себе еды. Ну, конечно, поменьше, чем я. О, можно эти колбаски украсть? Можно. Многое, но бесплатно. Хорош. Вот так мы в аэропорту уже второй день. Пока все нравится. Фух. Ну что, мы поели. Я вам скажу так. Это было очень вкусно и вкуснее, скорее всего, даже, чем во многих ресторанах. Тут пепси, вот там есть место, где ты наливаешь неограниченное количество напитков. И, как говорит Макс, я, конечно, в пепси не разбираюсь, но он говорит, что пепси прям настоящая. Не просто как бичуганы тут тусуемся, а еще что-то новое узнаем. Это классно. И уже, кстати, темнеет, а значит, что очередной день идет к концу. Это не может не радовать. Как бы круто здесь не было, я все равно хочу домой. Знаете, вот в чем прикол? Я пока не теряю настрой. То есть, как весело мне было с самого начала, так мне и весело по сей день. А вот это, мне кажется, нужно Диману подарить. Ну, стремное же, нет? Я сегодня буду в одном здании ночевать с вот этой куклы. Настоящий ночной кошмар. Ну, вообще, с учетом того, что аэропорт очень большой, причем мы в Шереметьево, это один из самых больших аэропортов Москвы. Это не реклама, сразу говорю. Здесь есть очень много всего. Я уверен, что мы за гугли, я нашел спа. Здесь гораздо больше есть вещей. Типа, например, поиграть в фифу. Пим-пим-пим-пим-пим. Чувствую себя как дома, Макс. Я тоже хочу. Блин, реально, а можно поиграть? Это его компуктер. Это его компуктер. А, блин, я думал, компьютер дают. Ну, слушай, вот здесь можно почилить, нет? Тут такой диван, что как будто можно и поспать. Слушай. А если мы заплатили за этот бизнес, ну, вход? Нас отсюда выгонят? Или мы можем неограниченное количество времени быть? Что ж, мой план по покорению этого дивана завершился прямо сейчас. Я надеялся, что я проведу здесь целую ночь, но, к сожалению, на 4 часа все. Ну ладно, быстренько. Макс, тебе было вчера очень тяжело уснуть. Сегодня? Закрой глаза, это сюрприз. Это сюрприз, чувак. Иди прямо. Никогда не врешь? Нет. Вот чувствуешь, залазь туда. Давай, просто залази. Ну, открывай. Сегодня мы будем спать в этом месте. Это уже, это уже круто. Это уже лучше, чем тот отец. Есть одна проблема, конечно. Егор, я тебя съем! Смотрите, что я нашел. Вот, что поможет мне, это беруши. Хорош. Открывай, к тебе пошло вдохновение, короней. Самое обидное, все же это слышат. И Макс тоже. И мы не можем усунуть. Новая проблема. Что бы вы сделали на моем месте? Это ведь подписчики. Надо ждать, пока кто-нибудь из соседей на них наорет. Егорик, открывай. Всем доброе утро, ребята. Сегодня у нас очень много планов по тому, как круто провести время в аэропорту. Нет, в капсульных отелях ночевать, это, по-моему, вообще имба. В этот раз было настолько приятно спать, что даже женщина сверху меня не напрягала. Все, капсульный отель пакетом. Ну что ж, сейчас интересный момент. Это Онегин. Выглядит очень солидно. Вопрос, пустят ли меня в этот ресторан в таком виде? Не знаю, блин, я дома. На три дня это мой дом. Здрасте. Можно к вам зайти? Конечно. Спасибо. Хорошо, это нам надо. Короче, объясню вам, почему мы сейчас решили попробовать пожить в аэропорту за неограниченное количество денег. Все потому, что видос должен был быть как обычно. Саня живет в аэропорту как богач, а я как нищий. Но Саня заболел, а сейчас давайте просто похавим в самом крутом ресторане аэропорта. Целый день, когда не ешь, так делать нельзя. Нужно всегда есть. Не доводите себя до такого состояния. Я ведь даже не могу понять, насколько здесь вкусно. Потому что мне сейчас абсолютно все вкусно. Так, это нам не надо. Там полиция стоит, да? А прикинь, они меня ищут. Можешь выйти посмотри просто, стоит он там или нет? Он не смотрит сюда? Типа, когда на тебя полицейский смотрит, такой, а что это тут такое? А что это прослушка вот эта вот? Короче, мы выходим. Ну вы все сами видели, ребята. Он улыбнулся. Заметил? Он улыбнулся, увидев меня, что я в халате. Да еще в целом все люди вокруг улыбаются. В этом комплексе, бизнес-комплексе, есть что-то типа отеля. Судя по этому месту, наверное, отель классный. Лучше, чем капсульный. Поэтому давайте затестим и посмотрим. Переночуем сегодня там. Тем более, это уже последний день. Честно вам скажу, аэропорт уже вот здесь прям. Я уже устал здесь находиться. Постоянная суета очень сильно выматывает. Вы когда-нибудь видели, как выглядят отели в аэропорту? Показываю. Тут, тут, что? Ой. Тут, тут, что? Заходи. Можно не только помыться и побриться. Туалет. Душ. Блин, а что тут так темно? Я не понимаю, чего? Не, я понимаю, что у нас FX супердорогая камера навороченная. Я это все понимаю, но капец, как тут темно. О, я разобрался. Вот теперь... Кстати, ты заметил? Здесь нет окон. Фрикол. Никогда не видел номера, где нет окон. Стоп. Надо же проверить кровать на мягкость. Чем заключается проверка на мягкость? Я прыгаю на кровать, ни разу на ней не посидев. Хорошо. Аж тапок слетел. Она сказала, что у нас билет просрочен. Ну, это очевидно было. Она сразу этого не поняла, когда мы его... Она его пробила, она на него даже не смотрела. Она такая, я вас разбужу, когда вы это... Когда вам ваш самолет прилетит. Наш самолет не прилетит. Да, потому что, к сожалению, мы летим к 9 миллионам. Такого самолета нет. Но чтобы мы все-таки долетели, нужно подписаться на этот канал. Мы три дня провели комфортных... Хотелось сказать, не в комфортных местах, но все-таки в комфортных. Поэтому... Но тем не менее, три дня выпилиться из графика и из жизни ради того, чтобы сделать такой крутой ролик. Это нам надо. Поэтому, ребята, подпишитесь на этот канал. Ну что ж, прошло три дня. Через пару минут мы будем уходить с этого аэропорта. И я, наконец-таки, почувствую себя... Короче, самое главное, что я почувствую, наконец-таки, свежий воздух. Чего не хватало в аэропорту, это свежего воздуха. Хочется запах улицы почувствовать. Постоянно напрягала эта митусня людей, разговоры, хоть мы и лежим в отеле. Но мы постоянно слышали голоса людей, которые куда-то спешат, которые спешат на свой самолет. Я не знаю, как здесь можно было жить несколько лет. Для меня это загадка. Потому что три дня для меня это уже просто виллы. Это сложно очень. Несмотря на то, что здесь есть все блага. Отель, рестораны, всякие спа-центры, даже массажные кресла. Но все это ужасно надоедает. А теперь давайте уже побыстрее уберемся с этого отеля. Он мне напрягает, потому что здесь нет окон. Да! Я сделал это, твою мать! Боже, спасибо! Три дня! Чувак, мы жили здесь три дня! Честно, меня переполняют эмоции. Я уже на второй день думал сдаться, потому что мне было некомфортно. Я хотел помыться. Но, слава богу, капсюльный отель и бизнес-лаунч меня спас. И я чувствовал себя хоть как-то в комфорте. В общем, я очень рад, что у нас получилось. А также я благодарен тебе, что ты досмотрел именно до этого момента. Мы идем к 9 миллионам. Надеюсь, в Новый год у нас получится. Осталось-то всего 30 тысяч. Прикиньте, что, ребят, я надеюсь, вам было интересно. Все, Максон, погнали домой, пожалуйста. Я даже уже по монтажнику соскучился. А это, кстати, крайне редко бывает.